Игорь Короченко Азербайджанцы брали Шушу тем, что принесли на своих плечах. Азербайджанские военнослужащие при взятии города Шуша были вообще без военной техники и без поддержки с воздуха. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко поведал в своем телеграм-канале, в чем вооруженные силы Азербайджана превзошли вооруженные силы Армении в битве за город Шуша. В первую очередь он отметил, что в данной битве сражались равные по численности боевому составу армянские и азербайджанские подразделения. Армян поддерживала артиллерия и бронетехника. Азербайджанцы были вообще без военной техники и без поддержки с воздуха. Только то, что бойцы принесли с собой на плечах, совершив марш по горно-лесистой местности, поведал эксперт. При этом боевой дух, боевая подготовка, тактика боя, уровень командиров у азербайджанской стороны оказались гораздо лучше, чем у армянской, указал эксперт. Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместные заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Также Азербайджану возвращаются Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Агдамский район будет возвращен Азербайджану до 20 ноября, Лачинский – до 1 декабря. Изначально планировалось, что Кельбаджарский район должен быть возвращен до 15 ноября. Однако позднее Ереван попросил у Баку отсрочку на вывод гражданского населения и войск. Азербайджан эту просьбу удовлетворил. Азербайджан